Ну а перед началом этого видеоролика я хотел бы вас, во-первых, поздравить с наступающим Новым Годом и сказать, что, скорее всего, это будет предпоследний ролик в 2018 году. Попробую выложить еще 31-го такой подытоживающий ролик со всеми моментами, которые произошли в 2018 году и напомнить вам, что 8 января 2019 года в честь Нового Года и в честь того, что у нас недавно, около месяца назад, стукнуло 100 подписчиков, будет новогодний стрим. Придет Максим, поиграем в FIFA, может быть, PES, также несколько каток в Fortnite. Так что приходите, будем всех ждать. Ну, приятного вам просмотра. Итак, друзья, вы набрали нужное количество лайков и сегодня у нас этот матч. Манчестер Сити, Арсенал, Водафон Арена в Стамбуле, Супер Кубок УЕФА. Итак, сегодня встречается чемпион Лиги Чемпионов канала Футбола Тажин сезона 2018-2019 и обладатель Лиги Европы, тоже канала Футбола Тажин сезона 2018-2019. Итак, поговорим. Хасеп Гвардиола сейчас на ваших экранах, тренер и обладатель Лиги Чемпионов. Вот главные звезды. Это Серхио Гуэра и Месу Тазил. Обоим по 30 лет. Один аргентинец, другой немец. Оба встречались по своим нациям в финале Чемпионата мира. Но сегодня у нас Супер Кубок УЕФА. Итак, поговорим про Манчестер Сити. Они обыграли в финале Лиги Чемпионов в Барселону со счетом 1-0. И благодаря этому голу Давида Сильве, который сегодня в стартовом составе, он... Теперь, благодаря этому голу, Манчестер Сити в этом матче, в Стамбуле проходит этот матч, еще раз вам напоминаю. И теперь поговорим про Лондонский Арсенал. Со счетом 2-1. Обыграл Лондонский Арсенал Милан в финале. Благодаря тому замечательному голу Абумьянга на 90-й, 5-й дополнительной минуте, он вывел вперед команду. И вот он состав Манчестер Сити. По схеме 4-3-3. Выходят сегодня игроки на поле. И состав Лондонского Арсенала вороток Бернт Лену. Белерин, Сократис, Каскельни, Калашинос. Между прочим, Каскельни замечательно играл в финале Лиги Европы в прошлом матче. Хитарян сегодня тоже в стартовом составе. Немного не уверен, но он играл. Много бил по воротам Милана. Но так гол свой и не забил. Итак, в центре поля Манчестер Сити. Матч начался. Поехали. И вот здесь вот отлично Стерлинг. Находит он Куна Гуэра, но здесь Сократис. Отлично отыграл. Каскельни уже здесь правила нарушил. Придержал руками Арахима Стерлинга. И Дебройне сразу так это разыгрывает мяч. Удар и опасный удар от Кевина Дебройне. Чтобы было мне интересно и встретился бы сегодня, внимание, Абумиянка. Это первый удар Арсенала. Стали обладателями двух значимых европейских трофеев. Ой-ой-ой, это пенальти, друзья. Абинсен Компани, капитан команды. Айрон Рэмзи просто сбивает. Придерживал. Так что 38-я минута. И сейчас не фаворит, конечно, Арсенал этого матча. Но именно сейчас может выйти вперед Арсенал. А фаворит этого матча Манчестер Сити может пропустить очень важный гол. К мячу подходит Александр Ля Козет. И внимание. Очень дальний разбег. Ой-ой-ой, ну по центру пробивать. Тем более там еще и Эдерсон этот голкипер не пропустил в финале Лиги Чемпионов. Да. Обидный момент для Арсенала. Незабитый пенальти Александра Ля Козетта. Может быть сейчас и контратака сразу после этого гола последует. Внимание. Но это будет просто бы шикарно. Было бы, если бы сейчас Манчестер Сити забил. Калашиноц мяч в поле оставил, кстати. Очень опасно сейчас он отыграл. И все, друзья. Заканчивается у нас первый тайм. Счет 0-0. Единственный момент это два удара. Это Дебрюйне бил. Не попал в створ и Абумьянг пробил. И также незабитый пенальти Александра Ля Козетта. К сожалению. Или для игроков и болельщиков Манчестер Сити к радости. Но голов мы пока что в первом тайме не увидели. Посмотрим нарезку лучших моментов первого тайма. Вот он. Удар Кевина Дебрюйне. Чуть-чуть не хватило до удара в створ. И вот он незабитый пенальти Александра Ля Козетта. Просто намертво брал Эдерсон. Прям как знал и остался по центру. Посмотрим на статистику. Два удара и два в створ у Арсенала. Владение равное. Отборы. Арсенал побольше отбирает. Но нарушение тут по-равному. Здесь и Компани. Там и Каскельни. Итак, точность удара в 100% у Арсенала. Зато очень хорошо владеет мячом. Мы видим по точности пасов Манчестер Сити. Итак, второй тайм. Начинает его лондонский Арсенал. Сейчас нужно собраться с мыслями. Канониром. И попробовать забить. Наконец-то этот гол. Кайл Уолкер. На стерлинг. Вот она. Английская связка. Лерой Санне. Какой шикарный был удар. Чуть-чуть не точно. Потому что довести атаку до верного намного будет лучше, чем пробовать через все поле пробивать. И вот он от шанса. Айрон Рэмзи. Мог забить. Посмотрим, как от обороняется Арсенал. При этом угловом. Мы помним, что первый гол Арсенал в Лиге Европы в финале забил именно с углового. Дебрюйна будет подавать или сыграть с стерлингом. Нет, подает. И Давид Сильва снова на мяч. Эблоперер. Компани. В штангу. Подает мяч. И Сократис выносит. Молодец. Вынес отлично мяч. И так идет последняя уже минута. И вот здесь вот хороший пас на Бернарда Сильва. Будет ли гол. И штрафной удар. Сид Калашин, скорее всего, еще получит желтую карточку сейчас за этот момент. Да, он получает на 90-й минуте. Опасность сейчас будет штрафной. Сможет ли Манчестер Сити забить. И закончить эту встречу. Все игроки многие устали. Перед новым сезоном уже этот матч их очень сильно утомил. Поэтому никто не хочет переводить игру в дополнительное время. И Кевин Дебрюйн. Сейчас, если он забивает со штрафного 3 минуты до Белорбида, то станет героем просто этого матча. Но забить с такой точки это очень тяжело. Но навесить можно отлично. Мы видим тут и Винца на Компании. И Лерой Соне. Очень высокие игроки в Манчестере есть. И сейчас тишина на трибунах. Весь стадион замер. Но нет. Ля Козе добивает. Калашина. Все. Отбились. Здесь Абумиянг может. Внимание. Все. Итак. Основное время закончено. Со счетом 0-0 заканчивается основное время этого матча. И сейчас будет время переведено в овертайм. Дополнительное время. Ну и вот. Снова посмотрим моменты. Теперь уже двух тайм. Вот он Кевин Дебрюйн и пробивает. Неточный удар. Незабитый пенальти Александра Ля Козето. Отличный отбор Сида Калашинаца. И вот он вот удар от Лерой Соне. Уже во втором тайме. Рэмзи 100% момент. Просто в створ надо было попасть. Промахивается. И вот она. Это подача с углового. И компаний попадает в штангу. Ну и вот она еще и нарушение. На последних минутах Калашинаца получает желтую карточку. Но штрафной отлично не был реализован. Что по статистике? Четыре удара у Манчестер Сити. Ноль в створ. Три удара нанес Арсенал. Два в створ. По владению немного преобладает Арсенал. Больше всего в центре поля. Так же как и Манчестер Сити. Семь отборов. На пять. По нарушениям здесь уже Арсенал 2-1. Ну и по желтым карточкам. Один угловой подал только Манчестер Сити. Точность пасов уже после двух таймов. В пользу лондонского Арсенала. Итак. Первый дополнительный тайм. Поехали. Ля Казета. Только я не увидел, кто вместо него вышел. Но сейчас вот посмотрим в этой атаке. Рэмзи. На. Ага, там и Воби вроде вышел. Вместо Ля Казета. Вот сейчас можно навешать Белерин. Сыграл в центр. На Элнени. Ля Кабумиянг. И вот он Калашинац. Хороший был удар. Элнени. И Пьер Эмирик. Хорошо здесь они разыгрались. И Абумиянг. Внимание. И снова хороший удар. Но Эдерсон тащит. После ухода Пьер Эмирик Абумиянга на скамейку запасных. Заканчивается второй. Первый, точнее дополнительный тайм. По статистике никаких особых моментов. Но за 15 минут Арсенал уже подал целых два угловых. Это значит, что будут 11-метровые удары. Да, свисток арбитра означают, что в основное время и в дополнительное матч закончится в ничью со счетом 0-0. Нас ожидают 11-метровые удары. Итак, собираются игроки Убровок. Тренера им объясняют, в каких позициях они, по какому списку они будут пробивать. Эдерсон немножко тут разминался. Ну что же, естественно мы все собрались ради этого. 11-метровые удары. Манчестер Сити Арсенал. Суперкубок УИФА. Первый удар. Серхио Гуэро против Бернет Лено. Удары это 1-0. Куна Гуэро выводит вперед. Айрон Рэмзи. И забивает Рэмзи. Сравнивает счет. Кевин Дебрёйн. И Паненкой хотел пробить Дебрёйне, но выше в мяч пошел Генрин Хитарян. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, выше в мяч пошел. Обменялись неточными ударами игроки одной и другой команды. Гюндаган. И тащит Бернет Лено. Великолепный сейф. И сейчас Дэнни Велбек. И тащит Эдерсон, но мяч отскакивает от него в ворота. 2-1 ведет пока что Лондонский Арсенал после трех ударов. Морес. И отличный удар. Спокойный. Не сутазил. Забивает. Счет 3-2. И сейчас, друзья, решающий пенальти. Если Лерой Санэ сейчас не забивает, чемпионом становится Лондонский Арсенал. Ой-ой-ой-ой-ой. Санэ не забивает. Попадает в прикладину. И все. Лондонский Арсенал обладатель суперкубка UEFA. Радуются игроки Арсенала. И это правильно. Они заслужили сегодняшнюю победу. В сегодняшнем матче они получше выглядели. И вот он, решающий этот пенальти в перекладину. И Лена, естественно, герой этого матча. Отбил пенальти с 11-метровой отметки. И все. Манчестер Сити, естественно, расстроен. Генрих Мехитарян хоть и не забил с 11-метровой отметки пенальти. Но, естественно, Китул тоже в его распоряжении. Ну что же, поздравляем Лондонский Арсенал с тем, что они выиграли по пенальти с счетом 2-3, обыграв Манчестер Сити. Шикарный матч, друзья. Шикарный матч. Шикарные эмоции мы получили за сегодняшний матч. Вот он, удар Дебрёйна. Давайте посмотрим в последний раз все моменты лучше этого матча. Вот он, 11-метровый Александр Ля Казетта. Но здесь Эдерсон затащил. Но не в серии пенальти, к сожалению. Здесь вот аккуратный отбор был от Сейда Калашиноца. Стерлинг мяч теряет. Удар Санэм не точно был прямо как в серии пенальти. Попал он в перекладину. Вот он момент Рэмзи. Кстати, в серии пенальти Рэмзи забил. Вот этот опасный момент мог бы вывести Компани вперед. Манчестер Сити, но попал в штангу. Не везло просто сегодня игрокам Манчестера Сити. Вот этот фолл Калашиноца. И желтая карточка на 90-й минуте. Вот здесь вот Абумиянг отлично на Калашиноца. Это шикарный был удар. Эдерсон уверенно здесь отыграл. Снова момент. Здесь уже Абумиянг пробивал. И снова сейв Эдерсон. И вот он, последний удар Лерой Санэ. После которого Лоданс Керснел стал чемпионом и обладателем Суперкубка УЕФА. Встретились в этой серии пенальти уже три немца получается. Удар Гюндагана Лена отбил. А вот удар Лерой Санэ просто сам промахнулся Лерой. То есть от немцев именно Берент Лена не пропускал. Ну что же, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Это была последняя серия Еврокубков этого сезона. Сезона 2018-2019. С вами был Андрей Хорев. Канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.